Всем привет! Сегодня буду переделать маникюр только на левой руке. Буду использовать каучковую базу от Meis. Очень хочу ее попробовать, она прям густющая, интересно сделать ей выравнивание именно. Также мне захотелось попробовать вот такую вот красотищу, не могу от нее отказаться. Мне кажется, она просто круто будет смотреться в любом дизайне. И следующий оттенок 0,83, вот такой вот голубенький, еще не зима. Обожаю оттенки синего и голубого, поэтому буду наносить его. Конечно же, сначала обезжириваю ногтевую пластину. Также наношу праймер на те участки ноготков, где нет базы. На мизинцы базы я сняла полностью, поэтому наношу на весь ноготок. Итак, перехожу к базе. У базы просто нереальная кисточка, то есть я даже для втирания не буду использовать никакую другую, так как это просто идеально. Эта кисточка короткая, плотная. Я думаю, что я справлюсь только ей. На сегодня другая мне никакая не нужна. Каучуковую базу мы не втираем, так как смысла от этого не будет. Мы наносим именно нормальным слоем, таким, чтобы перекрыла. Конечно же, такой кисточкой наносить сперва непривычно, но после пятого ноготка, я думаю, я привыкну. Мне будет даже очень удобно. Как мне кажется, тут даже особо не нужна тонкая кисточка, так как этой кисточкой можно вполне справиться. Она очень хорошо наносит, распределяет, то есть никаких вообще проблем с этим у меня не возникает. Но, конечно, если вы с жесткой кисточкой никогда в жизни не работали, вам будет очень непривычно. Каучуковая база, она так быстро не расходится, и ей надо помогать. Тогда у вас будет идеальный вот этот блик. Если вы просто оставите, да, нанесли быстренько и перевернули, ничего подобного не будет. Я вот проверяю, что везде ли она у меня нанеслась хорошо. Проверяю блик. Проверяю блик, все ли у меня везде хорошо. И отправляю в лампу. Следующий ноготочек наношу точно таким же способом. Не буду я вам показывать все, так как я уже снимала я вам подробное видео о нанесении базы. Но вам скажу, что каучуковая отличается тем, что если обычную базу надо наносить втирающими движениями, то эту базу вы наносите, как обычно, просто хорошо распределяя по всему ноготку. Стирающими ее без толку, так как каучуковая база это совершенно другой материал, и втирать его не обязательно. Главное хорошо распределить. И за счет того, что эта база густая, то есть вы уже можете не торопиться, спокойно носить, конечно же не полчаса, так как в любом случае у вас куда-то что-то тогда затечет. Но ей работать надо уже более медленно. Отправляю в лампу. Итак, девочки, нанесла я базу на все ноготочки. После третьего пальчика уже кисточка прям совсем родная становится, и очень удобно ей наносить. Далее перехожу к нанесению цвета. Такой, знаете, он не нежно-голубой, но в то же время очень насыщенный голубой оттенок. Я вам показывала, как наносится он на типсы, и сейчас с вами посмотрим, как он будет наноситься на ноготки. Гель-лак очень податливый такой, им приятно работать. Просто кисточка мягкая, просто близко к кутикуле можно прокрасить именно этой кисточкой, не прибегая к тонкой. Смотрите, какой цвет, он просто нереальный. Он у вас на экране более светлый, а в жизни более насыщенный. И теперь буду прокрашивать ближе к кутикуле кисточкой, но я уже пожалела, потому что я могла спокойно сделать этой кисточкой из флакона и даже не мучиться тонкой. И тут я все-таки решила не мучиться и решила сделать возле кутикулы, прокрасить именно вот этой кисточкой. Как мне кажется, она очень хорошо для этого подходит, и вот это возле кутикулы будет более ровно. Даже возле боковых валиков ей вполне можно прокрасить. Как видите, ровно и аккуратно получается даже этой кисточкой. Все ровненько, даже не буду больше поправлять ни тонкой кисточкой, я отправляю в лампу. Наношу второй слой. Я не увидела, что камера выключена, то есть два пальчика я уже накрасила и уже завершаю третий. Но я вам скажу, что со вторым слоем ничего не меняется, в принципе. То есть как был цвет, так он и остался, просто стал насыщеннее. Итак, этой кисточкой реально нанести, за счет ее ровности, идеальной мягкости, нанести гель-лак именно и под кутикулы, и прокрасить возле боковых валиков. И это не составит труда, то есть она не топорщится. Она хорошо облегает ноготок даже возле боковых валиков. Также, если что-то стекло, не пугайтесь. Если под рукой и зубочистка, пушер, там силиконовая кисть, все что угодно, этим можно спокойно все исправить. Обязательно я прокрашиваю торцы именно на втором слое, так как если на первом прокрасить, еще и на втором, торцы получаются слишком толстые, и гель-лак очень плохо носится. Это я вам скажу по своему опыту. И это мною вымоченный такой факт. Делала гель-лак, покрывала, мучилась, у меня носился он всего лишь три дня, и ничего я поделать не могла. И я потом поняла, что самое главное не красить близко к кутикуле и боковым валиком. Когда я это перестала делать, то есть начала отступ делать где-то около миллиметра, у меня все стало носиться просто отлично. То есть не всегда бывает причина, именно в материале, что у вас отслойки или сколы. Смотрите, какой слой вы наносите на торец. Чем толще вы запечатываете торец, тем быстрее у вас появится скол. Второй слой очень плотный, о третьем даже говорить не буду, тут в один можно было спокойно все перекрыть. И теперь отправляю в лампу. Просушила я второй слой, и теперь на два пальчика, средний и безымянный, наношу матовый топ от МИС Кашемир. Отправляю в лампу. Наношу на палитру цвет номер 5, гель-лак Гелиадор. Это просто нереальный гель-лак, он блестит как стразы. Кисточку беру номер 1, и теперь рисую треугольник возле кутикулы и напротив. И так же теперь с боковых сторон. Примерно я наметила треугольники, и теперь уже сделаю их более вытянутыми. И отправляю в лампу. Далее я нанесла на палитру гель-краску Винолис номер 1530. Хорошенечко пропитываю кисточку длинную, и намечаю прямые полосы. Если ровно, я уже набираю большее количество гель-краски и наношу более толстым слоем. И отправляю в лапу. И дублирую еще раз те же самые полосочки. После просушки я прорисовываю белым цветом треугольнички. И таким образом прорисовываю каждый треугольничек. После просушивания я сняла липкий слой и наношу в серединку, ну, насколько возможно, тонкой линией золотые блесточки. В серединке получаются линии, а вокруг белая прорисовка. Отправляю в лампу. Я хотела точно такой же дизайн сделать на среднем пальчике, но я думаю, будет слишком. Поэтому оставлю так. И теперь моя задача перекрыть все топом. Я нанесла топ и отправляю все это в лампу. Итак, девочки, вот такой вот маникюр у меня получился. База в работе мне понравилась. Ноготки она укрепила, они каменные, что для меня самое главное. Консистенция супер для выравнивания, то, что надо, особенно для новичков. Она не будет быстро течь и в то же время очень удобная кисточка. Он у вас, наверное, на экране вообще какого-нибудь другого цвета, но он голубой, такой фиалковый нежный оттенок. Просто прелесть. Я его когда нанесла, просто цвет. И даже не хотелось никакой дизайн делать. Это у меня бывает редко, потому что обычно хочется наоборот что-нибудь налепить. Консистенция у него такая густенькая. Он сам и выравнивается, никаких там бугров не остается. Далее наносила я вот такой вот гелиодор. Это золото, оно просто подо все. Оно с любым цветом будет красиво. Вот этот гель-лак просто на все случаи жизни. Далее матовый топ. Кисточка тоненькая, удобная. То есть ей же я и наносила его. Все прокрашивает, все просыхает. Это топ без липкого слоя. В лампе он просыхает где-то за 30 секунд. Также мне помогали сегодня в маникюре праймер Канни. Как я вам говорила, он мне очень нравится. Гель-краска Винолиса. Она не такая уж яркая, но я ее забыла размешать. Она так блекло прорисовала. Но ничего страшного, мне и так в принципе нравится. Топ Джиди Коко. Главной девочки. 48 ватт. Я всушу полторы минуты. Его надо очень хорошо просушивать, и тогда он будет до снятия носиться отлично. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Красивых вам здоровых ноготочков. Пока-пока.